Депутаты, в частности, внесли поправки в законы об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, изменили закон о ежемесячной выплате при рождении третьего и следующего ребенка в закон о счетной палате. Скорректирована также норма необходимости депутатов местных советов представлять сведения о своих доходах и доходах членов их семей. В случае неправильного заполнения декларации ранее это приводило к тому, что муниципальные депутаты лишались полномочий, либо сами от них отказывались. Законодательное собрание области в свое время выступило инициатором поправок в соответствующий федеральный закон. Они были приняты федеральным собранием и теперь такие же изменения внесены в областной закон. Мы несколько лет боролись за то, чтобы отменить избыточную норму требования к депутатам сельских поселений в вопросе декларирования. Мы этого добились с вами. И теперь уже не будет коллизий, что если декларацию не дала жена или не дала согласие, что он потеряет депутатский мандат. Ни в коем случае. По мнению вице-спикера Александра Кунеловского, следующим шагом может быть отмена необходимости ежегодного декларирования доходов для всех депутатов, которые работают не на освобожденной основе. Как всегда, активно вели обсуждение депутаты оппозиционных фракций. ЛДПР на следующее заседание выносит проект изменения закона. По нему на деньги в сумме 200 тысяч рублей, которые сегодня предлагаются многодетным семьям вместо бесплатного земельного участка, можно приобрести его на рынке недвижимости. В среднем стоимость земельных участков по территории Оренбургской области составляет 179 тысяч рублей. То есть, если мы говорим о том, что у нас сегодня размер единовременной выплаты составляет 200 тысяч рублей, то большинству многодетных семей этой суммы будет хватать для того, чтобы приобрести земельный участок уже с нужной им инфраструктурой. Продолжение следует...